Это произошло в 90-х годах в Калининграде. Меня оставили у бабушки в старой хрущевке на окраине города. Я только перешел во второй класс, а вся дворовая компания была как минимум на 5 лет старше меня. Из-за этого, несмотря на строгие запреты, я часто уходил играть на другую улицу. И довольно скоро у меня появились знакомые. Не могу сказать, что мы были друзьями. Но у меня просто не было выбора дым мозгов, чтобы понять, что меня просто используют. Развод был прост. Меня брали на слабо, предлагая спор, который я выиграть не мог. А потом напоминали, что для настоящего мужчины долг это дело честь, а отдавал долг я конфетами и всякой мелочи. В общем, они хорошо играли свою роль, и я был постоянно чего-то им должен. В общем, я уже не помню, как именно меня заманили на развалины старого немецкого здания. Но я должен был спуститься по узкой лестнице, открыть дверь и зайти в подвал, притворив дверь за собой. И все. Мой теперешний долг будет прощен, и никто не станет сомневаться в моей честности. Но если я не смогу этого сделать, то мой долг возрастет в два раза. Кто-то начал поддакивать, что это плевое дело. Я помнил, что успел поймать хищный взгляд. Они знали, что я боюсь темноты. В общем, я спустился по лестнице. Внутри теплилась надежда, что я просто не смогу открыть дверь, и на этом все закончится. Но засоб легко отодвинулся. Я замер и прислушался. За дверью кто-то вздохнул легко и с предвкушением. Люди вздыхают так по утрам, когда ждут чего-то хорошего для нового дня. Я обернулся. Мои приятели стояли у лестницы и скалились. Помню, как мне захотелось спить этот оскал с их лиц. Я потянул за ручку и распахнул дверь. Пол за порогом был засыпан белым песком. Вздохнув, я переступил порог и услышал, как дверь захлопнулась за мной. А за дверью раздался громкий смех. Я помню, как метался и бился от дверь, упрашивая меня выпустить. Но с другой стороны только смеялись и требовали, чтобы каждый месяц я платил дань конфетами и отдал половину своих игрушек. Я уже был готов согласиться, когда мою спину обдало холодным дыханием. Меня начало бить дрожь. Я не в силах удержаться на месте. Опустился на колени и уперся головой в дверь. В тот момент мне казалось, что дверь картонная, и я смогу пробить ее. Но подняться не было сил. Я сидел и бился головой от доски двери. Что-то острое прошло по моей спине. Звук разрывающейся одежды прозвучал, как гром. Оставляя липкие следы, шершавые пальцы поднялись к моей шее и начали давить. За дверью что-то спросили. Я пытался сказать, что готов отдать все, что угодно, но издавал только слабое скуление. Вдруг дверь открылась. Я выпал за порог и разревелся. Надо мной смеялись. Я уже не помню, что мне тогда говорили, но тогда я впервые так остро почувствовал ненависть. Мне хотелось, чтобы эти трое сгорели заживо. Я поднял голову, вытер слезы и пообещал им, что отдам все свои игрушки и даже военный бинокль, если они сами зайдут в подвал. Помню, как кто-то сказал. Ну смотри, гаденышек. Они зашли. Дверь скрипнула. И закрылась. Я простая довольно долго. Но не раздалось ни звука. А когда стемнел, и обшел дамки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok